Архитектура UNIX. UNIX имеет два основных, две основных сущности. Это файлы и процессы. Эти сущности связаны между собой. Файлы представляются в виде процессов, процессы в виде файлов диалектически переходят друг к другу. Сегодня мы рассмотрим именно файлы и устройства. Почему устройства? Потому что по идеологии UNIX все является файлами и в том числе устройства тоже являются специального вида файлами. Идеология UNIX достаточно простая. Первый принцип это стандартизация. Везде все одинаково, все стандартно, все имеет наименьшее количество сущностей. Дело в том, что как раз скажем в конце семидесятых, начале восьмидесятых был бум так называемых объектных операционных систем, которые включали в себя кучу-кучу объектов, каждый со своими параметрами, со своими методами и считалось, что за этими системами будущее, но как-то не выстрелило. Впрочем, и во времена UNIX тот же дековский VMS у него, скажем, файлов было несколько вариантов. То есть одни файлы базы данных, файлы с произвольным доступом, файлы с последственным доступом и так далее. То есть тоже большое разнообразие. В UNIX количество сущностей было уменьшено и все стандартизовано. Интерфейсы стандартизованы, файловая система стандартизована. Был даже создан стандарт POSIX, мобильная переносимая операционная система, который описывал как бы общий базис для всех UNIX. Поскольку это можно назвать как последователем мультикса, то она с самого начала разрабатывалась как многозадачная. У нас может выполняться одновременно много процессов. Число процессов не ограничено. Логически, физически, конечно, может быть ограничено. Процессы имеют собственное изолированное адресное пространство. Ну вот это вот отличие от нитей или процессов типа Windows 3, 1 и так далее, где в рамках одного процесса были подпроцессы и они делили одно и то же адресное пространство неизолированное. И раз все строится на процессах, то существуют системные операции, которые позволяют порождать новые процессы и управлять ими, завершать, синхронизировать и так далее. И вот наши два кита файлы и процессы. Все у нас в файлах хранится. Идеология развивалась постепенно файловая. Наверное, самого экстремального варианта и логически завершенного она достигла в системе План 9. Ну, тут нужно сказать, что Unix и вот сейчас по мере развития он эту идеологию из Плана 9 утягивает и все более и более совершенствует. То есть все больше и больше вещей становятся файлами. Доступ к перифериным устройствам опять же через файлы осуществляется. Код считывается из файлов память и потом управление передается. Ну, тут есть варианты, когда код может не считываться в памяти, а прямо по месту выполняться. Тоже вариант. Процессы, ну, всяко файл превратившись в загруженную программу, запускается и становится процессом. И процесс содержит фоннеймовская архитектура, он содержит и код, и данные программ. Вот у нас вот такая система Unix, как мы уже обсуждали, есть два уровня привилегий. Системный пользовательский, это два кольца защиты, используется в ядре, например. И есть системная часть и пользовательская часть. В системную относятся как ядро, так и всякие системные утилиты и демоны. Демоны это процессы-сервисы. И в пользовательская часть пользовательские программы. Ядро за что у нас отвечает? За файловую систему, помните, за управление процессами, за драйвера устройств. Вот такая вот структура. Аппаратное обеспечение за пределами ядра. Пользовательское пространство выше ядра. У нас есть некая аппаратно-зависимая часть, ну потому что железо у нас совершенно разное может быть. Для взаимодействия с пространством пользователя есть набор системных вызовов. И внутри у нас находится файловая подсистема. Это у нас файловая подсистема. Это не одна файловая система, а целый набор файловых систем, которые можно в рамках ядра использовать. Они базируются на драйверах устройств. Драйвера устройств у нас разделяются на два типа. На символьные и блочные. Символьные это когда у нас идут взаимодействия посимвольно, последовательное. И блочные, когда некими большими блоками данных. Для работы блочных устройств используется буферизация. Буферизация используется для того, чтобы в какой-то мере согласовать скоростные и низкоскоростные устройства. Ну и для процессов используется управление процессами. Это у нас планировщик scheduler. Это IPC, межпроцессный обмен. И подсистема управления памятью. Файловая система. Существует несколько подходов к файловой системе. Ну самая простая, линейная. Ну это вот на IBM была, на CPM, на DOS старых тоже линейная была. То есть там по дискам было разбито. И там просто вот набор файлов на дисках. Древовидная, которая разбивает все на два вида файлов. Файлы каталоги и просто файлы. Просто файл находится внутри каталогов. При этом она может быть построена как разбита на диски, как скажем Windows. И на каждом диске своя древовидная система. И построенная от общего корня. И объектная файловая система. То, что вот популярно было в конце 70-х, начале 80-х. И то, что Microsoft все время пытается сделать Windows. Древовидная структура достаточно простая. Если вы посмотрите какой нибудь граф. Ну обычно это не циклический граф. То у нас будет каталоги и файлы. Значит, каждый каталог это как большая папка, где лежат файлы. Корень графа это будет корневой каталог. И от него будет расти все остальное дерево. При этом в Unix используется идеология монтирования. Когда вы подсоединяете к какой-то точке любой другой граф и он становится элементом нашего дерева каталогов. В Unix используется индексная файловая система. Есть несколько вариантов реализации вообще файловых систем. Первоначально в Unix использовалась индексная файловая система. И сейчас используется. Основная идея то, что у нас есть набор i-нодов, то есть индексных блоков, которые содержат... У них небольшой набор данных есть. Это метаданные этого блока. И кроме того, индексные блоки содержат ссылки на другие блоки. При создании файловой системы мы можем или жестко задать количество индексных блоков, или индексные блоки могут доделываться, новые добиваться. И вот в индексных блоках прописываются ссылки на блоки с данными. Соответственно, у нас есть несколько уровней. То есть, индексный блок можно прямую указывать на блок с данными, или на другой индексный блок, который указывает на блок с данными, или на другой индексный блок. Ну, таких уровней вложения тоже не бесконечно. Скажем, обычно три уровня вложения делается таких. Файлы. Ну, самый простой, это индексный узел. Вот он что содержит? Он содержит метаданные, имя файла, номер индексный. Этот индексный номер уникальный в рамках какого-то физического носителя, на котором наложена файловая система. Ну и также там могут быть владельцы, права доступа, даже расширенные атрибуты. Мы при генерации файловой системы можем указать размер, который выделяется под метаданные. Если не хватает места в метаданных, то в области индексного узла не хватает места под метаданные, то метаданные выносится в блок данных. Суперблок – это основной блок, который хранит основу файловой системы, идентификатор, список свободных блоков, индексных узлов, ссылки на основные индексные узлы. В принципе он дублируется обычно в суперблок. Если суперблок погиб, то и файловая система очень сильно пострадала, по крайней мере. Самый тип файлов, кроме обычных, есть специфические типы файлов, которые нарушают структуру ациклического графа и превращают его в циклический граф. Но это ссылки. Ссылки бывают жесткие. Фактически жесткая ссылка – это дополнительный iNode, который ссылается на тот же блок данных, на который уже есть ссылка. То есть как бы дополнительное название. Соответственно, у нас в рамках одного носителя может идти под разными янами на один и тот же блок данных. Вот на данные файла. Соответственно, у нас отслеживаются эти ссылки. И при уничтожении последней жесткой ссылки считается, что файл не нужен и помечается для удаления. Символьная ссылка. Тут много дискуссий по этой символьной ссылке. Ее в некоторых вариантах Unix не используют по идеологическим причинам. Символьная ссылка – это специальный вид файла, который внутри себя содержит имя другого файла. И поскольку это именно имя, а не ссылка на iNode, то символьная ссылка может указывать на другое устройство. Но поскольку привязка идет к имени файла, стоит только изменить имя файла, то ссылка становится битой. Ну вот вариант, что у нас есть конкретный файл. И мы можем на него ссылаться как с помощью имени файла, то есть вот обычный iNode, так и сделав файл специального вида. Символьная ссылка, которая ссылается на этот файл по полному имени. Или не обязательно полное имя, ну любое имя файла. То есть и в рамках каталога, и относительное имя, пожалуйста. Ну и специальные файлы выделены. Это так называемые ноды, узлы, специальные файлы устройств. Эти файлы соответствуют какому-то устройству в ядре. Обычно устройства нумеруются, имеют старший номер, младший номер. Старший номер это тип устройства, младший номер это конкретное устройство такого типа. Мейджор и майнер. Значит, именованный канал, сокет, это все ipc, но тоже они представлены в виде специальных файлов. Ну, они создаются естественно нужным программным обеспечением. Виртуальная файловая система это одна из основ идеологии Unix. А то, что у нас к любой файловой системе, которую поддерживает Unix, идет унифицированное обращение. Программа обращается не к конкретной файловой системе, она обращается к виртуальной файловой системе, в которой есть реализованные определенные системные вызовы. И эти системные вызовы потом транслируются через драйвер в конкретную файловую систему. Таким образом, мы можем прозрачно работать с любыми устройствами, для которых сделан драйвер файловой системы. Единообразно работать при этом. Вот у нас процесс обращается по системному вызову к некой файловой системе. И уже тут неважно какая файловая система, он видит ее все равно в виде файловой системы, виртуальной файловой системы. Но, естественно, каждая файловая система имеет свои особенности, с которыми работают напрямую утилиты. Но программам пользователя это не нужно, они используют интерфейс виртуальной файловой системы. Как уже говорилось, все в Unix стандартизовано, в том числе и стандартизованное дерево каталогов. Фактически в Unix 3 дерево каталогов – это иерархия первая от корня, вторая иерархия от USR и третья иерархия точно такая же от Local. Ну, первоначально это делалось из-за того, что диски были маленькие, на каждой иерархии клалась на определенный диск. Идеология Local иерархии в том, что там устанавливаются программы и данные для конкретной машины, то есть это не то, что вендор поставляет с операционной системой, а то, что системный администратор машины ставит. User и Root они как-то совсем мало отличаются, поэтому сейчас идет некое стремление слить их в одну иерархию, ликвидировать этот дополнительный уровень. Тут есть несколько каталогов, которые имеют жесткое назначение. Ну, во-первых, все каталоги разделяются на изменяемые и неизменяемые. И, кроме того, каталоги могут разделяться на локальные и не локальные. Значит, изменяемые – это те, в которых положено записывать какие-то файлы. В неизменяемых файлы не меняются в обычной жизни. Ну, то есть пока не обновляется софт или что-то еще. Локальные и нелокальные каталоги. Локальные каталоги, они работают только с конкретной машиной. Нелокальные каталоги можно разделять по сети, так, чтобы их использовали другие машины. Соответственно, нелокальные каталоги должны поддерживать данные для любой архитектуры. То есть BigIndian, LittleIndian и так далее. И, да, подходить для любого процессора. Бин – это у нас неизменяемые локальные. Там находятся, соответственно, бинарники. Но это бинарники пользовательские, потому что у нас есть еще бинарники для администратора. Они находятся в СБИН. Супер-юзер-бин. Бут – это каталог, выделен специально для ядра и всяких бутовых вещей. Там может быть имидж загрузочный помещаться. Там могут помещаться для бутлоудера, всякие штучки и так далее. Дев – это девайсы. Каталог содержит, собственно, все устройства. Сейчас он дополняется каталогом SIS. В каталоге DEV содержатся устройства, как их видит программа и пользователь. В каталоге SIS содержат устройства, как их видит ядро. И SIS и DEV – сейчас это не каталоги на файловые системы, а виртуальные файловые системы, которые в памяти находятся, которые генерируются при загрузке. Этстора – это каталог с конфигами. Тут конфигурационные файлы лежат, он неизменяемый и локальный. Это конфигурации для локального хоста. Home – это сейчас принято тут каталог для домашних каталогов. Ну, естественно, если у вас каталоги находятся на какой-то распределенной операционной системе, скажем, AFS, то они находятся там именно, а не AFHOME. Домашние AFHOME находятся. LIP – это у нас каталог для библиотек. Есть, если у нас несколько архитектур, скажем, может быть, LIP32, LIP54. А LIP будет указывать на LIP54. Тут у нас находятся разделяемые и статические библиотеки. Медиа. Этот каталог предлагался для того, чтобы подсоединять внешние файловые системы, скажем, CD-диски, флешки и так далее. Сейчас используется системой иницизации SystemD. И вот у нее свое представление о том, где хранить такие монтируемые файловые системы. И они хранятся не в медиа, а в подкаталоге RAN – RAN Media. RAN – это каталог, который поддерживает SystemD. OPT – это каталог для программного освещения, который, скажем так, не удовлетворяет стандартам каталогов, или который идет с дополнительными библиотеками и так далее. Обычно это внешние программы внешних поставщиков. RUT – домашний каталог суперпользователя. Используется для того, чтобы, скажем, восстанавливать систему или проводить какие-то обслуживания системы. ZBIN, как мы обсудили, это бинарники для администратора. Ну и User – вот она, вторая иерархия. Фактически содержит то же самое. Плюс к этому всякие программерские стучки, например, UseInclude содержит, include всякие, share, useshare хранит всякие неизменяемые, разделяемые данные. То есть неизменяемые и могут разделяться по сети. Там же, скажем, документация находится. Ну и временные VAR, TMP, VAR-TMP. VAR – это большая иерархия, тоже содержит локальные изменяемые файлы. Например, в каталоге VAR-Log содержатся все журналы и так далее. В TMP у нас записываются данные совсем временные. То есть TMP у нас может раз в день очищаться. VAR-TMP очищается реже. Там тоже временные данные, ну там, скажем, раз в месяц может очищаться. То есть TMP вообще что-то хранить нельзя даже временно. VAR-TMP подольше живет. Устройства и драйверы. Драйверы, устройства, как мы обсуждали, есть символьные и блочные, последовательные доступа, произвольного доступа и синхронные и асинхронные. Ну и, соответственно, драйверы под каждое это устройство тоже обладают таким же свойствами. Как взаимодействуют через драйверы? Есть у нас некий файл, ну скажем, в каталоге DEV. HD это hard disk, а первый hard disk. И некий процесс пытается считать информацию с этого файла. В EDO, значит, этот файл имеет major, minor номера. По major, minor номера устанавливается связь с драйвером, который находится в ядре. Это драйвер жесткого диска. И этот драйвер транслирует вызовы в взаимодействие с устройством. Ну, таким образом, мы посмотрели основные подходы к файлам в Unix. Установили, что файлы это основная идеологическая часть Unix. Есть специальные файлы, есть обычные файлы. Ну и специальные файлы это устройство, IPC, каналы, сокеты и так далее, а также символьные ссылки. Жесткая ссылка это, получается, не специальный даже файл, а просто функция файловой системы. Ну и в Unix, поскольку все стандартизовано, задается стандарт на файловую систему, на размещение каталогов. И взаимодействие с разными устройствами, с внешними устройствами, например, происходит через специальные файлы, которые взаимодействуют с драйверами ядра. А в плане 9, например, и взаимодействие с сетью происходит через файлы. И взаимодействие с IPC происходит через файлы. Ну, в общем, там это более выражено. Ну и, судя по всему, в Linux тоже все идет к тому. То есть, скорее всего, через определенное время он воспримет все функции нового Unix, план 9. План 9 это как бы воспринимался как переработка Unix в начале 90-х. И будет использовать те же самые вещи. Вот дополнительные материалы вам предлагаются для изучения. И вопросы для самоконтроля, на которые вы должны ответить. Продолжение следует...